Приветствую вас, уважаемые друзья! Приехали мы сегодня в очень интересное место. А чем место интересное? Тем, что еще со старых карт здесь стояла усадьба. Стоял хороший фольварок. И на всех картах, на верстовке, на трех верстовке здесь указан фольварок. А после революции в этом месте была сельская школа. Ну и так, если поразмыслить, если была сельская школа, значит здание было немаленькое. Ну и судя по фундаменту, вот мы сейчас прошли, посмотрели, фундамент довольно большой. Если смотреть по карте РКК, здесь было два строения. Пришли на место и смотрим, что здесь уже кто-то закладывал когда-то шурфы. Но не сильно глубоко почему-то их заложили. И всего лишь три или четыре шурфа. Смотрите, какой попадается кирпич. Кирпичи попадаются целые, половинки. Но это еще то, что осталось от тех, кто здесь начинал шурфы. Вот такой вот перемес кирпича. Здесь вот такая горка. Скорее всего, печка когда-то была. И вот здесь такой вот шурф заложен, с которого мы и продолжим. Большие камни, тоже кирпичик, перемес. Стекло какое-то попадается. Короче, все как мы любим. Ну а что найдем, то и вам покажем, друзья. А сейчас в этом месте, посмотрите, какой густой лес. Осень, осень. Желтые листья. А мы начинаем работать. Интересная находочка с шурфа. И выпадает бутылек. С надписью аптека. Орел. Царский. Буква П. И 1.30. Очень порадовало, что бутылек целый. Хорошая находка. Нравятся нам такие вещи. Копаем, ребята. Угрызаемся в землю. Такие вот фундаментные камни. Видно, как шел фундамент. Потихоньку углубляемся. Идет посуда. Фарфор. Глиняные горшки. Сделали несколько шурфов. И пробуем что-то найти. Здесь вот идет такой перемес, кирпич. Здесь опять же идут камни. Камни, камни. Короче. Фундамент очень интересный и большой. И хорошо, что нету советского мусора. Скорее всего, после войны школа была уничтожена. Разрабатываем фундамент и начали выпадать монетки. Сначала выпала монетка 1913 или 1915 год. И вот чуть-чуть позже выпала одна копейка 1905 года. Сохран, ребята, фундаментный. Я думаю, отмоются. И будут очень красивые монеты. Здесь немножко орел подзатертый. А на той монетке хорошо иконки видны. Что радует, радует монетки. Ищем дальше. Должны быть номиналы и покрупнее. Коп-копом, а обед по распорядку. Ребята, смотрите. Вот с такой вот глубины вылетает такая вот монетка. 20 копеек, белончик, ранние советы. 1924 год. Очень глубоко лежала. Тоненький-тоненький-тоненький тихий сигнал был. Красота. Отличная монетка. Серебро всегда радует. Ищем дальше. Такие вот монетки достаем с шурфа. Монеты горелые. Даже толком не рассмотреть, что за они. Только вот это видно, что 2 копейки. СССР написано. И вот монетка. Короче, все горелое. Гора хлама. Битое стекло. Битые горшочки. Битый фарфор. Фаянс. Короче, все, что только можно. Что-то было красивое с надписями. А здесь вот выпадает бутылек с надписями. Тоже маленький. Надписи на английском или на немецком языке. Такой вот красивый бутылек. И монетки. 2 копейки ранние советы. Также 2 копейки ранние советы. И копейка Николая Первого. Копейка Николая Второго, извиняюсь. Получила лопатой по фейсу. Такие вот находочки. У Олега неглубокий сигнал. Но красивый, четкий. Назар он орет, что монету вторую нашел. У Олега выпадает 3 копейки серебром. 1844 год. Николай Первый. Но отмокнет. Будет в хорошем сохране монеты. Здесь такой грунт интересный в лесу. Почему-то монеты немножко подкисляются. И такие как ржавые. Но видим, что рельеф хорошо читается. Сама по себе находка очень хорошая и интересная. И посмотрите, с какой глубины не более 10 сантиметров. Ходим вот по такому лесу. Такой бурелом, молодняк, камни от фундамента. Здесь когда-то было поместье. Но сейчас здесь такой практически труднопроходимый лес. Потому что очень много молодняка. И там вот кусты, 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 кусты. И ходить довольно тяжело. Но мы ходим, и находки есть. Рядом с тремя копейками выпадает еще один медный кругляш. Но пока мы его не отмоем, мы не увидим, что это за монета. Но монета крупненькая. Похожа на две копейки серебром. Но утверждать не буду. Отмоем, может быть. И посмотрим, что это за она. Но лежала рядышком. И так же не глубоко. Скорее всего, все это с одного кошелька или с одного кармана. У меня, ребята, выпадает верховой сигнал. Начал ногой разгребать. Вижу, блестит. И выпадает 3 копеечки. 3 копеечки. И, как обычно, 1930 год. Очень частый год. Частая монета. Но находка приятная. Монета все-таки есть монета. Ходим, выхаживаем. Пробуем еще что-нибудь найти интересное. И, кстати, недалеко отошел от того места, где Олег нашел свои две монеты. Там вот ходит Олег. Там вот он нашел монеты. Уже по закапывал ямки. И я буквально метрах в пяти от него хожу и зацепил 3 копеечки. У Назара выпадает сегодня серебришка на симплекс. Первая серебришка за сегодня. И выпадает сразу 15 копеек 1900 года. Хорошая, приятная находка. И, кстати, ребята, она также сверху. Он даже не рыл ямку. Просто раздвинул землю. И выпадает такая вот серебряная красота. А лазим, ребята, вот, посмотрите, по каким кустам. Сплошные кусты. Чуть пробираемся, чуть провозим катушку. Ну вот сигнальчик красивый зацепил и выдернул монетку. Ну, есть смысл ходить здесь. Будем искать, будем. Вот, ребята, чуть споймал фокус, поднял камрад. Денис, смотрите, ребята, 50 копеек, 1907 год. Довольно хороший сохранщик и довольно редкая монета. Ради интереса посмотрите по каталогу, сколько она стоит. Да, зачетная находка. Наши поздравления. Красота. Реально монетка. Шикарная. Смотрите, какую вещичку нашли. Какой-то царизм интересный. На цепочке. Здесь нарисован. Точнее. Мы видим портрет чей-то. Царская одежда. Написано, вроде бы, король Альберт. Да, король Альберт. Интересная подвесочка. Кто знает, напишите, что это за оно. Первый раз такое встречаем. Наш коп подошел к концу. Видео будем снимать, наверное, с нескольких выходов. Видео получилось. Ну, все, находки вы наши видели, ребята. Ну, вот, в принципе, что мы нашли за сегодня. Уже по темноте не снимали. Пятак выпал. Катин. Надо отмывать, смотреть, какой он получится. Пуговка выпала. Железнодорожника. И у Олега выпала красивая пуговица с масонским орлом в красивой патине. Конечно, не сильно видно, но главное, что пуговка целенькая и красивая. На этом видео заканчиваю. Всех благ вам, вашим близким. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok